Поехали? Всем Маткульт привет, друзья! Привет из Камского математического центра, которым я руковожу. Вот ученики Камского математического центра. И мы хотим вместе поздравить замечательный журнал «Квантик» с юбилеем! С первым настоящим юбилеем! Десять лет! Десять лет «Квантик» радует вас всех интереснейшими статьями, задачами. Вот, желаем журналу процветать, увеличить тираж раз в сто еще, чтобы все наши школьники вообще в стороне его читали. А в качестве, так сказать, того, чтобы не просто поздравить, я хочу еще две задачи разорвать, такие очень в духе этого журнала. Задачи мне дал Сергей Полосков, мой друг, из музея, Московского музея «Головолок». Задача номер один – вот куб, трубогранник, но в данном случае важно, что это куб. Нужно раскрасить его ребра в четыре цвета так, чтобы на каждой грани присутствовали все четыре цвета. Это первая задача. И пока вы думаете над ней, я дам вам вторую задачу, а потом разберу первую, и потом разберу вторую. Вторая задача. Вот у нас известно, что «Ноголок» некоторые, у него все стороны одинаковой длины. Но это еще, как вы понимаете, не значит, что он правильный, у кого-то этот рисунок страшный. «Ноголок»? Но не все, а все кроме одной. Вот последнюю можно выбрать, какую хотите длину. А кроме того, сам «Ноголок» можно тоже нарисовать так, как вы хотите. И вопрос в следующем. Чему равна эта длина, чтобы этот многоугольник был максимально возможной площади? Вот такие две задачи. Вполне детские, но неожиданно, так сказать, они имеют неожиданное решение. Пока вы думаете над задачей номер два, я начинаю разбирать задачу номер один. Итак, вот у меня куб. Давайте подумаем, вот эта задача, которая решается полностью логически на самом деле. Подумаем, как может быть, чтобы на каждой грани были все четыре разных цвета. Смотрите, у нас всего в среднем данного цвета будет три ребра. В среднем, там всего 12 ребер, значит, данного цвета будет три ребра. Но если вы попробуете хотя бы два из них сделать рядом, то у вас уже все шесть грани не получится по принципу девять лет. Потому что два ребра будут отвечать за одну грань, а значит, из остальных пяти вы уже не сможете покрыть, да, остались только вот эти два, максимум еще два. Вот, поэтому три ребра одного цвета должны попарно не пересекаться даже по одной вершине. Ну что, попробуем увидеть, как это увидеть. Вот какое ребро будет вот с этим не пересекаться. Ну, например, вот это. Вот это, да? Ну и надо вот увидеть теперь каким-то внутренним взором увидеть, где еще одно ребро, которое с ними обоих не пересекается. Вот, беру, беру, это ребро, это ребро, и вот это ребро. То есть три скрещивающихся вот таких вот ребра, да, одно вот в этом направлении от меня к камере, другое сверху вниз, и третье вот так параллельно. И вот эти три ребра красятся в один цвет, например, красный. Дальше я аккуратно поворачиваю куб, и на тех же местах, как бы, возникает еще три таких же ребра. И дальше четырьмя поворотами получается, что эти три ребра, вот такие скрещивающиеся три ребра, они после четырех поворотов полностью покроют, да, каждый раз будут новые три ребра, новые три ребра, новые три ребра, и все 13 ребер будут по три ребра в каждый цвет покрашены с соблюдением этого условия. Вот так, это, значит, трубогранник собираем, а в мере, значит, и переходим, собственно, вот это, задача решается прозрением. Давайте отразим наш многоугольник относительно вот этой последней неизвестной длины стороны. Что тогда произойдет? Куда он уедет, да? Не пора, видите, да, куда он уедет? Куда он уедет? Куда он? Уедет, туда-туда. И когда он будет, он будет состоять из всех одинаковых, этих самых, одинаковых длинных сторон. Сколько у этого уже будет, значит, было, значит, было и от минус одна сторона одинаковая, и одна неизвестная. А неизвестная я отразила. В результате у меня получился многоугольник, 2M-2 угольник с равными сторонами. И если половина площади, вот эта вот, половина площади его была максимально возможной, то вся площадь вот этого красного, может, будет максимально возможной, но уже теперь среди всех двоин-минус-гоугольников с равными сторонами. А какой же 2M-2 угольник с равными сторонами дает самую большую возможную площадь? Ответ очевиден, да, ребят? Какой? Правильный, да? Вот, он должен быть правильный. Он 2M-2 угольник, то есть он четное числоугольник. Вот, и, соответственно, вот он такой. А значит, ответ в исходной задаче, что самую большую площадь будет иметь половина четного угольника с удвоенным, значит, соответственно, количеством сторон, но удвоенным 2M-1. То есть вот, например, если нам нужно, чтобы было 6 сторон, нужно дорисовать 10 угольник и разделить по большой диагонали. Вот это будет максимальная площадь. Если нужно, например, чтобы было 3 стороны и еще одна, то я рисую 6-ти угольник и вот так рожу. Здесь, кстати, наиболее красивый ответ, это ровно двойная получается. 6-ти угольник, вот эта сторона двое. Вот, ну и, соответственно, если мне дано, что треугольник у меня, то это половина квадрата, то есть прямоугольный равномерный треугольник. Вот так решается эта задача. Всем Маткульт привет! Квантику еще раз поздравления!